Это программа «Вечерний прайм». В этой студии мы обсуждаем то, что волнует, если не каждого, то многих. Здравствуйте! Я Диля Мухаммеджанова, и сегодня мы поговорим о предстоящем едином национальном тестировании. Какие изменения ожидают учеников в этом году и какова готовность города, нам сегодня расскажет заместитель руководителя образования по городу Алматы Лязат Жилкобаева. Лязата Альисхановна, добрый вечер! Здравствуйте! Я очень рада видеть вас в нашей студии. Знаю, что подготовка у вас сейчас очень усиленная идет. И знаю также, что в Алматы 9 130 выпускников в этом году оканчивают школы. Да. Расскажите, собственно, сколько из них изъявили желание сдавать ЕНТ? Да, в этом году по городу Алматы у нас 252 школ. Выпускников общее количество вы сказали 9 130. Из них 7 300 выпускников 11 классов в настоящее время подали заявление на прохождение ЕНТ. Это примерно составляет 81% от общего количества выпускников. Ну, довольно-таки большое число. Да, да, большое число. Ну, давайте озвучим даты, когда будет проведен экзамен. По Казахстану ЕНТ проходит с 20 по 30 июня текущего года, а у нас в городе Алматы примерно планируется с 20 по 24 июня. То есть после итоговой аттестации в школах будет уже дальше вина национальной аттестации. Ну, надо сказать, что, в принципе, основные изменения произошли и в прошлом году. Мы знаем, что в школах внедрили выпускные экзамены, которые, собственно, дают право человеку получить аттестат, подтвердить звание Алтонбельга, и уже потом желающие поступать в казахстанские вузы сдают ЕНТ. Ну, вообще, довольно много было в прошлом году изменений, но в этом году тоже есть коррективы. Да, здесь в этом году самая главная особенность – это имена для алтонбельгийцев. То есть тот выпускник, который получил Алтонбельга, он… и привилегий Алтонбельга только при равенстве баллов. В школьных экзаменах? Нет, после школьных экзаменов тот, который учился отлично с 1 по 11 класса, получает Алтонбельга, и дальше задает ЕНТ и поступает в ВУЗ. То есть вот при поступлении в ВУЗ Алтонбельга имеет привилегию только при равенстве баллов. То есть у двух абитурентов, один Алтонбельгийц, другой, если… Если набрали одинаковое количество баллов, то в этом случае привилегий будет только для Алтонбельга. Вот в этом случае только остается привилегий Алтонбельга. Ну, такие довольно суровые, да, создали тоже условия? Ну, правильные. Для подтверждения статуса. Ну, я знаю, что в этом году еще нововведение есть очень такое довольно прогрессивное. В этом году впервые абитуренты имеют право сдавать экзамен на английском языке. Да, есть такое. Но это не изменение, просто в этом году есть выпускники, которые изъявили желание сдать ЕНТ на английском языке. Из них по городу Алматы у нас 58% – это те дети, которые будут сдавать на казахском языке, а 42% – выпускники Алматы будут сдавать на русском языке. А 6 выпускников школ города Алматы подали заявление дать ЕНТ на английском языке. Это 5 выпускников Международной школы «Галакси» и 1 выпускник школы «Хелибери». Они в этом году будут сдавать впервые на английском языке. Ну, для них никаких неподготовленных привилегий, скажем так. Ну, это те дети, которые учились на английском языке. Ну, это радует. Значит, все-таки наша база учебная, она уже, собственно, подготовлена к тому, чтобы вот этот самый трехязычий, о котором мы говорим последний год, внедрить. Да, уже говорит о том, что те выпускники, которые изъявили желание сдать на английском языке, у них есть возможность сдать на этом же языке. Ну, мне, конечно, хотелось бы вот о таком самом стрессоснижающем нововведении поговорить. Оно тоже появилось в прошлом году, но, мне кажется, оно очень облегчило жизнь родителей и выпускников. Это, конечно, возможность пересдачи. Ну, для меня вот человек, который сдавал ЕНТ еще 12 лет назад, и у меня, как и у, в общем, я понимаю всех выпускников, вот этот немножко страх, он сидел. Мне кажется, это психологическая такая поддержка, да? Да, 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 очень даже большая поддержка. Да, с прошлого года дали такую возможность выпускникам, сдавшим ЕНТ, те, которые не набрали пороговый уровень, они могут повторно сдать ЕНТ в августе месяце, где-то с 15 по 24 августа. А те, которые не прошли второй раз тестирования, они могут условно зачисляться в ВУЗы, но на первый курс, а после первого семестра, в январе месяце, они еще раз повторно, то есть третий раз, сдают ЕНТ. То есть это большая возможность для выпускников поступать в ВУЗы. Ну, наверное, стоит обозначить, пороговый уровень остается прежний. Прежний пороговый уровень остается прежний, 50 баллов, а максимальный 140 баллов. 140 баллов максимальный. Ну, надо сказать, что в Алматы вообще на протяжении многих лет уже, да? Шесть лет подряд. Шесть лет подряд. Очень высокий показатель. Какие ожидания на этот год? Ну, надеемся на лучшие. Шестой лет подряд Алматы показывает высокие результаты по республике. В 2016 году средний балл по городу Алматы был 96 баллов, в прошлом году 97 баллов, и при том наблюдается ежегодная динамика роста. И при том, что максимально в прошлом году впервые максимальный балл был 140, из максимальных 140 баллов, 139 баллов набрал один только выпускник по Казахстану, и это выпускник школы города Алматы, гимназии 140. Как замечательно. Ну, конечно, мне кажется, сейчас немножко вполне логичный такой мандраж. Вот что бы вы сказали родителям и выпускникам в преддверии экзамена? Как лучше подготовиться? Я думаю, вы как педагог точно это знаете. Ну, уже, в принципе, осталось-то 20 дней. Готовились они в течение 11 лет, показывали свои знания. Тем более, последние два года на тестирование учащихся с 4 по 11 классы из местного бюджета выделяются средства для проведения пробного тестирования. Ну, чтобы как-то страха не было у детей во время Инта. Это вот проводится именно для 11 классов на оффлайн-режиме. То есть ученик уже с местного бюджета выделяется 95 миллионов тенге. Два раза в год дети проходят пробные тестирования. Из них 11-классники, они прямо в центре, на компьютере, не на бумажном, а прямо на компьютере сдают тестирование. То есть они уже в течение года готовятся к тестированию. Так что уже прямо в день тестирования создавать какие-то ажиотажи или там стрессы какие-то, нет необходимости. Они уже были к этому готовы. Ну, безопасность всегда, по-моему, была на первом месте. Это однозначно. Со стороны Акимата будут созданы все условия, в том числе соблюдение жизни безопасности детей. Привезут на пункты Инта, на автобусах. И все меры безопасности будут соблюдены. Металлоискатели будут на этот раз? Все металлоискатели, глушители телефонов, видеонаблюдения. По городу Алматы у нас 8 районов сдают на базе 8 ППНТ. То есть это 8 вузов. Во всех этих вузах уже в настоящее время созданы все условия. Со всеми необходимыми техническими средствами они оснащены. А камерами видеонаблюдения какие залы будут оснащены? Камерами видеонаблюдения будут оснащены все залы, где дети будут вставать Инты. Все кабинеты будут оснащены камерами видеонаблюдения. И можно будет в прямом эфире, так сказать, посмотреть? В прямом эфире родителям посмотреть, да, как у него ребенок сдает тассирование, как он вообще себя чувствует. Будут дежурят скорая помощь, медицинские работники. Все это дежурство будет организовано. Ну и, конечно, условия остаются суровыми, строгими. будут из зала, так скажем, выпроваживать, если будут обнаружены факты. Да, те, которые будут нарушать правила, обнаружены будут факты использования шпаргалок, сотовых телефонов, других запрещающих вещей, естественно, это все будет уже наказано, то есть аннулированы результаты. Аннулированы, да. Но на этот случай, кстати, есть и пересдача еще. Да, 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 это есть пересдача, да. Ну, хотелось бы такой вопрос задать. Буквально не так давно министр образования и науки Ирланд Сагадиев, когда, собственно, рассказывал о подготовке к ЕНТ в этом году, обратил внимание, чтобы на местах не принимали меры наказания по результатам ЕНТ. Соответственный вопрос, есть ли какие-то меры наказания в отношении кого-то? Мы никого не наказывали. Ни школ, ни директоров. Да, по итогам учебного года проходила и коллегия управления образованием, и августовское совещание перед началом учебного года. Но по результатам ЕНТ, может быть, поощряли, но никого из руководителей не наказывали. Хорошо, это радует, потому что не хотелось бы, чтобы кто-то отвечал за низкий результат. Не наказывали, такого не было. Ну, касательно самих тестовых заданий, расскажите о них. Я знаю, что база пополняется, в общем-то, ежегодно, база вопросов, да, и на этот раз пополнилась она вообще довольно значительно. Поступали ли в течение года какие-то обращения касательно каких-то, ну, скажем, двояких вопросов или некомпетентных? Нет, в прошлом году большое обновление было по базам тестовых заданий, в этом году будет обновление, но таких вопросов не поступали, не было такого уже. Надо сказать, уже последние 4-5 лет такие, ну, раньше, помните, были... Раньше очень часто встречались такие моменты, что вопросы неправильно были заданы, некорректно. Такого уже последние 5 лет не встречается, не поступают такие заявления. Ну, вот и, собственно, опять-таки хотелось бы процитировать министра Сагадива. Он говорит, что тестовые задания ориентированы на функциональную грамотность, то есть они должны определять способность к дальнейшему обучению у студента, уровень его логического мышления, базовых компетенций и понимания. Вот как вы считаете, тестовые задания, вот как форма, да, экзамена на сегодняшний день отвечают вот этим задачам? То есть с помощью тестов можем мы определить способность к обучению, логическое мышление? Или вот старые контрольные лучшие? Тестовые задания, да, но в основном сейчас полностью, вот как я говорила, база, во-первых, обновилась, и, во-вторых, тестовые задания, тест это экзамен для поступления в ВУЗ. А как вы знаете, с прошлого года у нас поменялось, Инты уже разделили на два этапа, и в школах уже выпускные экзамены, они, витоговая аттестация проводятся в виде экзаменов, и СЭП пишут, и контрольные задания они задают. Так что тестовые задания, они как для поступления в ВУЗ, она и остается, и будет. И даже и самый приемлемый путь в настоящее время. То есть, в общем-то, можно успокоить противников, да, тестов. Есть контрольные? Да, есть контрольные, есть и пишут эссе, ребята, и сочинения пишут на стенах школ. Ну, кстати говоря, есть еще и творческие экзамены. Да, есть и для творческих экзаменов, они как и были, так и остаются. Для определенных специальностей остаются творческие экзамены. Причем уже в ВУЗах непосредственно, да? Да, непосредственно в ВУЗах. Сами специалисты принимают экзамены. Ну, как педагога, не могу вас не спросить, как вы считаете, в принципе, результат ЕНТ, он реально отражает знания ученика? Ну, я еще раз повторюсь, результат ЕНТ – это результат для поступления в ВУЗа. А знания выпускника он уже в это время получает. То, что надо будет Алтенбельге, он Алтенбельге получил. Атестат с оценками он уже на руках держит. А ЕНТ – это результат для поступления в ВУЗа. То есть это уже не итог школы, а итог результата поступления в ВУЗа. Ну, вот потому что очень много было противников, вы сами прекрасно знаете, да? Ну, во всех случаях, во всех начинаниях бывают противники. Во всех случаях бывают противники. Ну, вот я хочу сказать, что даже несмотря на тот страх, который у меня когда-то был перед ЕНТ, я все-таки придерживаюсь того мнения, что ЕНТ, он действительно отображает знания у человека. Конечно, конечно. Ты никогда не наберешь ноль баллов, если ты действительно учишься хорошо. Ну, хотя бы неплохо, скажем, на четверке. То есть, мне кажется, вот здесь это даже удобно. Это самый прозрачный путь для поступления в ВУЗа. Хорошо. Конечно, не могу не спросить о нововведении. Вот, опять-таки, Министерство образования готовится разработать новые задания для ЕНТ с элементами мультимедиа. И причем на эти цели Казахстан занимает у Международного банка реконструкции развитие 67 миллионов долларов. Означает ли это, что в обозримом будущем мы полностью перейдем на электронный формат сдачи ЕНТ? Ну, возможно, и перейдем. Сейчас же все переходит на цифровизацию. Но пока, конечно, дети сдают на бумажном варианте тестирование, хотя оно потом обрабатывается автоматически. Но, возможно, и будет. Я же говорю, даже во время пробных тестирований у нас есть, даже у нас в городе Алматы есть центры, которые тестирование проводят в офлайн-режиме. То есть ребенок приходит, садится за компьютер, сдаёт тестирование, он автоматически показывает компьютер результаты. И, по-моему, можно даже на дому. Даже, да, да. Уже есть возможность на дому онлайн смотреть. Да, но это пока еще официально не узаконено. Это просто для пробных тестирований. Так что и это возможно будет. И ничего здесь такого страшного нет. Наоборот, это больше здесь прозрачности, меньше вопросов. Ну, мы, конечно, хотим шагать в ногу со временем. И, собственно, не могу не спросить, конечно, не только о выпускниках школ, но и о студентах колледжей. Вот хотела бы вас спросить касательно грантов. Что у нас с этой категорией? Да, да. А у нас вот проект «Бесплатное техническое персональное образование», оно реализуется с 2017 года. Если мы ежегодно, у нас по городу Алматы 80 колледжей, из них 20 это государственные, 60 частные. И во всех государственных колледжах и в 20 частных колледжах размещается государственный образовательный заказ. То есть гранты, бесплатное обучение. Если мы ежегодно в пределах 8 тысяч мест выделяли на техническое и профессиональное образование, то есть на колледжи, то с прошлого года в рамках пилота «Бесплатное техническое и профессиональное образование» дополнительно местным исполнительным органам, то есть Акиматам города Алматы, выделено еще 2500 мест. То есть около 11 тысяч бесплатных грантов государственный образовательный заказ выделяется на колледжи. То есть те дети, особенно после 9 класса, кто не хочет продолжить обучение в 10-11 классе, он может бесплатно поступать в колледжи. И как вы сами знаете, у нас город большой, востребованность в специалистах среднего персонального образования ежегодно растет, и больше у нас там гарантий по трудоустройству. То есть те дети, которые хотят поступать в колледжи, для них больше сейчас возможности обучаться бесплатно по востребованным специальностям. Я думаю, это информация на заметку родителям. Да, да, да. То есть родители могут, у нас тем более в городе Алматы очень большая сеть колледжей, они по техническим, технологическим специальностям, по гуманитарным специальностям есть возможность получить бесплатное образование. В течение от 1 до 3 лет срок обучения. Ну, надо сказать, что и по Казахстану в этом году количество грантов для выпускников... Вузов тоже увеличивается на 20 тысяч, да, и из них больше половины это на технические специальности. Ну, как вы сами знаете, одна треть вузов находится в городе Алматы, то есть и для выпускников Алматы тоже больше возможности поступать на эти вузы. Да, и именно на технические специальности. На технические специальности бесплатно, да. Ну, я думаю, что, в принципе, все, что можно было сделать в течение учебного года силами преподавателей, педагогов, учеников и родителей, уже все это на финишной черте, скажем так. Нам остается только пожелать успехов, пожелать спокойствия. Я думаю, что Управление образования примет все меры, чтобы этот экзамен очередной... Кстати, 15-й, да, по счету? Да, 15-й по счету. 15-й ЕНТ пройдет, надеюсь, очень даже благополучно. Да, все мы надеемся на это. Спасибо вам, спасибо, что уделили время, рассказали о предстоящем экзамене. Я напомню, сегодня у нас в гостях была заместитель руководителя управления образования по городу Алматы Лязат Шукабаева. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok